жизнь прекрасна еще и потому что можно путешествовать есть люди чьи профессиональные обязанности требуют путешествия комплексная экспедиция ученых отправляется вверх по реке чаткал к ее истокам они где-то там в заоблачной выси от рогов тяньшаня сначала путь по чаткальскому горно-лесному государственному заповеднику он совсем недалеко от индустриального ташкента всего в 70 километров естественной лаборатории природы называют его здесь горы сберегают бесценный генетический фонд разнообразнейший материал для селекционной работы только один пример а в горах тяньшаня так много лука что называли в древности эти горы луковыми дикий лук необходим для скрещивания скульптурными растениями иначе они выродятся богат и животный мир на всем пути по реке чаткал биологи ведут наблюдение за его обитателями сколько где какие как живут сотни вопросов ответов к сожалению пока меньше синяя птица она водится только здесь и даже увидеть ее радость для ученого мохнатое страшилище фаланга ненасытный хищник пустыни гор побеждает даже скорпиона отличный экземпляр пробирка пинцет бинокль но зачем магнитофон биологу а как иначе подсчитать то что прячется впервые в стране в этом заповеднике проводится учет каменной куропатки кеклика с помощью магнитофона на пленке записан призывный голос самца выше и выше в горы высота три тысячи метров над уровнем моря знаменитые тирексайские петроглифы самые ранние из них выбитые во втором тысячелетии до нашей эры и рассказывают они о самобытной культуре жизни охотников и скотоводов о том что и тысячелетия назад животный мир чаткала был богат и разнообразен но вот таких оленей здесь больше нет и это не мой укор людям ну а дальше что же что же тут есть кроме голых скал снега и льда да ведь именно тут рождаются те потоки которые сливаясь образуют реку чаткал а река это жизнь полей там далеко внизу в долинах создание водоохранных зон изучение водного баланса рек речек и ручьев тоже одна из главных забот ученых гидрологов пройдены сотни километров собрано множество экспонатов в дневнике экспедиции занесены тысячи наблюдений огромной рельефной картой лежит внизу земля